Так, народ, видосик будет так себе, но зато понятно, кому это нужно, объясню, как устанавливать Intel Optane в уже готовую систему. Итак, у меня материнская плата, ну, тут, конечно, естественно, не видно ее, Asus B50 Prime Pro или как ее там, короче, у нее, вот видите, Intel Optane я поставил вот сюда, в этот M.2 слот. Еще есть вот тут M.2 слот, но он собака, вот, кстати, видно, какая материнская плата, но, как оказалось, в этом M.2 слоту не работает, только в этом, то есть два их не поставить. Короче, в документации долго-долго думал, почему не работает, думал, неисправный уже этот у меня Intel Optane Memory, но оказалось, что дело было не в бобине. Прочитав инструкцию по материнской плате, то есть скачав ее с интернетом, оказалось, что в верхнем слоту M.2 Intel Optane Memory не поддерживается, а поддерживается только во внутреннем слоту. Еще у вас должен быть процессор, начиная с седьмого поколения, да, и также на сайте Intel есть какие поддерживаются, то есть даже если у вас с седьмого поколения, не все, плюс у вас должен быть полностью обновлен BIOS до самой последней версии. Иначе тоже этот Intel Optane работать не будет. Идем дальше. Вот я его установил. После того, как вы его установили, я сейчас вам расскажу. Вот в такой коробочке он продается, незрачная такая, даже болтика нету для закрепления. Типа должен был быть у вас на этом. Включаем. Первое, когда вы его установили, заходите сразу в BIOS. BIOS, ты где? Надеюсь, я успел нажать. В BIOS вам надо включить вот этот режим. Вот Intel Rapid Storage Technology. Но так как я лентяй, я всегда использую в этом режиме. В этом режиме эта функция находится вот здесь. PCI Storage. Дополнительно PCI Storage, да. И вот он. Выбор режима SATA. Смотрите. По умолчанию у вас наверняка у всех стоит ACHI режим. И тут новая фича. Этот режим, если вы его поменяете, естественно, у вас винда не загрузится. Но если у вас новая материнская плата, допустим, года 2019 и выше, да. У меня просто она старая, года, наверное, 2017, я даже не знаю. То есть, вообще, Intel Optane на новые драйвера предусмотрены автоматическую замену этого режима. Ну, короче, в моем случае, и вы всегда рассчитываете на наихудший вариант, что этот режим надо поменять вручную. Если вы его меняете вручную, соответственно, винду вам придется переустановить, что я только что и сделал. Ну, в общем, меняете режим SATA на Intel RST with Intel Optane, ну, System Technology, короче, на Intel Optane. И здесь вы выбираете, видите, тут слот M.2.2 как раз, выбираете использовать контроллер. Ну, не знаю, зачем это надо, ну, короче, тут либо использовать его, да, вот, если посмотрим, либо не использовать. Ну, естественно, надо его использовать. Идем дальше. Сейчас я сделаю выход отсюда, он быстренько загрузится. Так, это мне не надо. Отменить изменения и... Да, давай, давай, выходи. Сейчас загрузится винда у нас, и я вам там дальше все покажу. После установки винды... Так, что тут у нас? У вас все равно ничего не получится установить. Можете сразу не париться. Все ссылки, которые здесь будут, я вам покажу в описании. Мерцает, конечно, жутко, но тем не менее. В инструкции по установке этой штуки Intel Optane Memory, да, есть такая... Надо установить драйвера и установить из Microsoft Store приложение вот это, да. Intel, Optane, там, Memory, лям-то-по-лям, короче. Если вы перейдете на вот эту страничку, да, вот она, то тут вы увидите такую вещь. В общем, смотрите, если вы устанавливаете через Intel, через магазин Microsoft Store приложения, то вам достаточно вот этого вот драйвера, да. Если вы устанавливаете... Если вы не пользуетесь магазином Microsoft Store, то устанавливаете вот этот драйвер, а потом устанавливаете вот эту вот программулину, да. Ну, я использовал вот этот вариант. Идем дальше. У вас установленная винда и все. Дальше вы загружаетесь в свой любимый... То есть, какая фишка? Я когда это все включал, оно у меня выдавало ошибку. Оказывается, нужно, чтобы в конце раздела дисковосстановления... Я вам приложу, да, невозможный диск восстановления, да, да. Вам надо, чтобы было 5 Мб свободного пространства. Поэтому Intel предлагает использовать вот эти вот программули, ну, я же Linux, я загрузился в Ubuntu быстренько. И там быстренько это все дело изменил. То есть, гепарты там в 2 клика, это все меняется. Дальше идем на ваш Windows. Ну, вы, конечно, поймите меня. В Windows есть... Я, конечно, люблю Linux. Но дети любят играть. Тут у вас есть уже установленное приложение, да. Intel Optane Memory. Ну, у меня из магазина, я уже говорил об этом. Сейчас оно запустится. Вот, оно... Если оно у вас запустилось, после того, как я вам рассказал, как это все сделать, оно запустится только в этом случае, если вы будете использовать ту информацию, которую я вам до этого сказал. После того, как оно запустилось, переходим в Intel Optane Memory, здесь у вас будет выключено. Вы просто выбираете диск. То есть, можно выбрать только один диск, который будет кэшироваться. В моем случае, это диск системный. Ну, я хотел, чтобы у меня Windows быстро загружалась. Если вы хотите игры, то вы установите другой диск или игру устанавливаете на этот же диск. Вот. И выбираете ваш Optane Memory, да, вот он в моем случае. Вот. Нажимаете сделать. Он что-то там делает, опять перезагружается, и все работает. Итак, первое. Либо, если старая материнская плата, то только с переустановкой винды, да. Если материнская плата новая, то, скорее всего, без переустановки. Ну, надейтесь на их худший вариант, что придется переустановить, как мне. Потому что, когда вот эта штука первый раз запускается, да, программулина, она изменяет режим на с Ачи, да, на Intel, вот этот, Rapid и так далее. Если этот режим с винды можно поменять, переустановить ничего не надо. В моем случае с винды поменять нельзя, так уж пришлось поменять, переустановить Windows, Windows, потом зайти в какой-нибудь загрузочный диск, в моем случае Ubuntu, да, или любой Linux, и сделать последний раздел восстановления, который создал автоматический виндаун, там, 500 с чем-то мегабайт, уменьшить его так, чтобы в конце диска было там, я сделал 10 мегабайт свободного. Как бы есть, пить не просит. И после этого у вас все будет работать. Винда загружается быстро, как вы поняли. Еще даже 10 минут не прошло, сколько я вам тут тренджу. И, тем не менее, все работает. Все круто. Да, то есть, если... Ну, то есть, до этого у меня винда реально долго загружалась. Просто нереально долго. Сейчас это все быстро, буквально минуту, наверное. Короче, вот так. Все, всем пока, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok